Аморалка штука. Соответственно, доброго всем, здоровья всем, независимо от времени суток. То, что было сказано, то, что было обещано, это некоторое приведение в норму, то есть не приведение в норму, а рассказ, как выглядят законы брака, такие классические еврейские, потому что о них часто довольно много интересного говорят, а что самое интересное, что они не имеют, что их излагают в какой-то дикой форме, так что они выглядят, ну как бы это сказать, неправильными, просто потому что, я даже не знаю, откуда идут некоторые легенды о законах еврейского брака. Давайте сразу начнем с простых вещей. Вот законы брака имеют четыре, в них, если кому-то интересно, существует ровно четыре заповеди, связанных с браком. Это женщины, брак осуществляется официально по протоколу, а именно должен существовать брачный контракт, он называется КТУБА. Перед этим делают то, что называется кедушин или ирусин, это просто термины из разных пластов языка. Ирусин – это термин из закона вторы, из того, какое это слово, которое используется в Писании, а мудрецы пользуются термином кедушин, освящение. Значит, ирусин – это именно обручение, ирусин теоретически состоит, ну, в том же, что все и знают, что мужчина и женщина договариваются о том, что они собираются жениться. После этого, как бы, они становятся, точнее, женщина, мы говорим о еврейском праве, становится запрещенной всем остальным мужчинам. И подразумевается, что через некоторое время после этого будет совершен настоящий брак. Брак, собственно говоря, с самых древних времен, и это еврейское право ссылается на древние обычаи. Мужчина вводит женщину к себе в дом, и это является браком. Предполагается, ну, если кому-то интересно, предполагается, что от момента обручения до момента брака проходит у тех, кто первый раз женится год, потому что свадьбу нужно подготовить, у тех, кто женится второй раз, для женщин, особенно, которая выходит замуж второй раз, обычно отводится на этот месяц, у нее, как бы, все более-менее там ясно. Плюс ко всему, чаще всего, второй брак женщины там есть, но когда-то это были существенные экономические причины, которые составляли ускорить такой брак. И, например, ну, я могу привести примеры некоторых таких очень быстрых браков, как правило, связаны с тем, что мужчина остался вдовцом с детьми, женщина, вдова с детьми, и такой брак делается, ну, довольно быстро обычно. То есть там, значит, ну, для тех, кто не знает, во многих особенностаринных системах есть правило, сколько периода между окончанием брака и когда женщина имеет право выйти замуж. Теоретически год, но это чистая теория, потому что год – это как бы траур по мужу, да? Но если есть обстоятельства, которые делают желательным быстрый выход замуж, то обычно достаточно трех месяцев. Эти три месяца исходят из того, чтобы определить, беременна женщина или нет. То есть как бы просто определить, чей ребенок там родится. Поэтому отсюда там идет такое соображение дополнительное. Но бывает и за месяц можно сделать такой брак. Значит, вторая – это как бы запрещает мужчинам половую связь вне брака. Ну, это… да. Запрещает – то да. Значит, теперь, что касается конкретно брака, то есть три вещи, которые обязательны в условиях брака. Мужчина не имеет права лишить жены пропитания, одежды и супружеской близости. Об этом чуть-чуть подробнее дальше будет. Это регулируется прямым законом, библейским законом. Теперь. Во времена Талмуда, то есть 2800 лет назад, обручение кедушим практически всегда делали. А потом делали, через некоторое время проводили свадьбу. Вот не знаю, когда это произошло, но фактически во всем народе Израиля, это значит, что это было очень древние времена, потому что это во всех общинах одинаково. Кедушин, он же Ирусин, был соединен с браком. То есть у нас как бы происходит… Брак осуществляется двумя действиями. Обручение состоит в том, что мужчина передает женщине предмет, имеющий какую-то ценность, известную женщину. Ценность денежная, то есть это вещь, которую можно продать на рынке. Жена принимает этот предмет в знак того, что она согласна. Это кедуши. Нисуин, это мужчина, вводит женщину, ну в наше время, под хупу и передает ей брачный контракт к тубу. И в этот момент как бы брак уже заключен. Я уже сказал, что тут есть тонкость одна, потому что еврейское право сохраняет особенности древних прав, но надо сказать, что это право, оно зафиксировано в законах очень многих стран. Брак должен быть осуществлен и осуществлен в постели. Если брак не осуществлен, даже если он заключен по всем обычаям, то, например, даже католическая церковь такой брак может развести, заявив, что брак не состоялся. То есть брак должен быть осуществлен интимной близостью супруга. Это в еврейском праве тоже наличие. В наше время, кедушин, еще раз, свадьба, у нас нет обручения, я чуть-чуть ниже скажу, чтобы вместо него появилось, потому что это действительно некоторая непонятная история. Почему от меня? Потому что обручение – это вещь правильная и полезная. Это правильный институт. Но в наше время кедушин производится обычно гладким золотым кольцом. В некоторых семьях – это обычай рода. Это делается серебряным кольцом наружного квадратного сечения. Это, как правило, рода очень такие крупные, известные, часто восточные и очень часто каббалистического такого толка рода, где это делается с серебряным кольцом. Что действительно смущает кучу народу, потому что в наше время вот этот обычай, что мужчины и женщины обмениваются кольцами, на вопрос, скажем, раввину, можно ли женщине надеть кольцо мужчине, ответ – может, но это не будет частью обряда. То есть никто не запретит под хупой что-то сделать. Почему не надеть кольцом, почему не обменяться кольцом? Ничего в этом дурного нет. Я знаю некоторое количество раввинов, которые носят обручальные кольца. Кстати, у меня есть такое кольцо. Я, правда, его никогда не ношу, но это не потому, что принципиально против просто не привык. То, что смущает, то, что как бы нет обручения, женщина не может обручить себя мужчину. То есть это вот в одну сторону идет. Это не нравится куче народу, но здесь как бы изменения непонятно, какие изменения можно сделать. Еще раз, вручить кольцо жениху никто не запретит. К этому я хочу добавить, что понятно, что обручение как таковое осталось. Но теперь оно сменилось, то, что раньше называлось сговор. Это называется шедух сегодня. Шедух – это когда семьи, как правило, семьи этим занимаются, договариваются о браке. Разница между кедушин и шедухом, она огромная. Как бы шедух – это просто такое деловое соглашение. Другой разговор, что шедух… Я могу рассказать там об этом институте шатхенов. Это длинная, сложная история. Дело в том, что шедух обычно предусматривает себе огромные отступные деньги, ежели кто-то откажется. Во-вторых, в шедухе, как правило, нету вот этого обязательно через год свадьбы. Там нет этого правила. Там может быть прямо в договоре, в письменном, что в шедухе говорится, кто сколько внесет в семью. Обычно денежные вопросы там решаются. Но дело в том, что их регулярно заключают даже между детьми. И там явление. Правда, ребенка, мальчик должен быть не меньше девяти лет, но на практике так рано не делают. Но кому интересно, я отправляю к мемуарам котика. Они есть на русском языке. Это интересные мемуары, но там есть рассказ о том, как его женили. Это очень смешное чтение. Это запредельно смешное чтение о том, как он женится. Ну, учтем, что ему было не смешно, когда его женили, но с сегодняшним глазом, когда мы это читаем. А котик – это XIX век России, его женитьба. Речь идет о женитьбе. Я не помню, в каких краях. Я советую почитать. Вообще, сами мемуары по себе довольно интересны. Теперь. Вот давайте я кончу про обычаи. Вот чтобы было ясно, в браке есть один элемент, который куча народу не понимает. Есть элемент, который называется ехуд. Вот если там кто-то описывает свадьбу, то обычно все помнят, что молодоженов привели под хупу, мужчина разбил бокал, ну, так, по-еврейски, разбил бокал, не по-гусарски, хлопа пол, осколки по всему полу, пусть кто-нибудь подметет. Теперь евреи, люди практичные, очень не любят опасных предметов на пол, поэтому старательно заворачивают во что-то. этот стакан, и мужчина разбивает его каблуком, чтобы осколки не летели по всему дому. На самом деле, это просто обычай. Большинство народа здесь останавливается, мужчина, значит, дает кольцо, зачитывается к туба, вслух правин, который присутствует, зачитывает брачный контракт. Вот что происходит потом? Большинство народа не обращает к нему. Потом молодоженов отводят в комнату, комнату закрывают, они там остаются вдвоем, а при комнате зависит от общины, иногда встают дружки и охраняют эту комнату, чтобы они не лезли посторонние. Чем там занимаются молодожены, я отвечаю. Молодожены там, как правило, перекусывают. Особенно в тех случаях, когда молодожены перед свадьбой постились, а это принято во многих обычаях, во многих общинах. На самом деле предполагается, что они там занимаются тем, чем предполагается брачная науша. Никто этого не делает там. Но предполагается, что они там могут заняться именно этим. То есть как бы брак осуществлен просто потому, что они могли это там сделать. Вот то, на чем я хотел остановиться, и здесь довольно важная вещь. Еврейский брак во многих отношениях это светское мероприятие. Вот это довольно важное. Здесь нет того, что называется таинство. Никто не предполагает, что этот брак перед Богом. Вот это не перед Богом и перед людьми, а перед людьми. Для осуществления брака вообще теоретически, конечно, это делают раввины. В наше время это делают раввины с, как это называется, с сертификатом от Рабанута. Но этот сертификат может получить не только раввины. Предполагается, что это человек, который знает требования закона к возможности брака, способен правильно оформить документы этого брака, способен проверить, дозволен ли этот брак и возможен ли этот брак. Потому что бывают случаи, когда брак по той или иной причине запрещен по разным обстоятельствам, многоженцы, родственники, ну и так далее. То есть человек должен уметь проверить. И не только теоретически, я просто знаю, что эти сертификаты регулярно получают люди, которые не являются раввинами. Им просто надо знать правила оформления документов и законы. Они должны уметь оформить к тубу правильно. И, ну скажем, мне самому приходилось писать к тубу от руки. Не было раввина, но еще раз, раввин не... В куче общин есть правило, действовало просто постановление, что брак может заключить только раввин, но это было связано с... Ну как вам сказать? Вот были аферисты совершенно замечательные. В испанской общине регулярно описывается. Вот в испанской, как правило, общине это происходило, когда аферист заключает брак, а потом как бы исчезает и требует приличных отступных, чтобы расторгнуть этот брак и дать женщине выйти замуж по-настоящему. Вот именно поэтому тайные браки запрещены. Браки должен принимать раввин, который может навести справки по раввинской почте, сделать проверку жениха, если он не из данной местности, особенно если он не из данной местности, ну и так далее. Это во многих общинах было принято, что это делает именно раввин, но ровно потому, что у него больше возможности проверить, что здесь творится. Теоретически, еще раз, это может сделать и не раввин, но по законам Израиля у него должен быть сертификат от Рабанута, что он имеет право заключать браки. Этого сертификата можно лишиться, если человек позволил себе оформить брак, который Рабанут не одобряет или запрещает. Прецеденты неизвестны, скажем, лишение такого сертификата. Но вот еще раз я хочу подчеркнуть, что в еврейском праве брак – это светское мероприятие, но это светское мероприятие, защищенное сам институт брака, сам институт брака, брака защищен и законами библейскими, и законами мудрецов, и многими подобными законами. При этом, хотя я старательно подчеркиваю, что это светское мероприятие, слово кедушин, которое мудрецы Талмуда предпочитают слово ирусин, ирусин – это именно обручение, никакого другого перевода здесь нет. Слово кедушин предпочитают, это слово закрепилось в современном еврейском. Кедушин – там есть слово к душа, святость, то есть как бы некоторая святость институции брака предполагается, но она просто по факту, что эти люди стали, ну, как пишут в самом начале о создании человека, человеков, мужчины и женщины, и становятся единой плотью. И святость, она как бы проистекает отсюда, но не эта святость не сваливается сама по себе, это некоторая тонкость, которую я хотел бы здесь сказать. Теперь. Дальше вот что это по поводу самого вот заключения брака. Фокус в том, что еврейское право в браке больше обеспокоено в наивысшей степени обеспокоено финансовым положением женщин. И если вы начнете читать соответствующие законы, связанные с жизнью в браке, то вы обнаружите, что практически все законы так или иначе направлены, определяют именно финансовые отношения внутри брака. Не только финансовые отношения, но они так или иначе определены финансов. Значит, когда мужчина, я просто теперь зачитываю отрывки, которые актуальны. Когда мужчина берет в жену жену, неважно какого она происхождения, взрослую, малолетнюю, рожденную еврейку, принявшую иудаизм, освобожденную родину, он становится обязанным жене по десяти пунктам и получает право на четыре. То есть, вот, это где-то центральная тема. Значит, он обязан, теперь, три главных закона, это законы Торы, он обязан кормить и снабжать жену одеждой, это в самом прямом смысле, и обязан жене постельное отношение входить в ней по обычаям всей земли. Значит, это обязанности мужа, которых муж не имеет права лишить жену. Вы долго будете смеяться, но, например, существует некоторое правило, сколько раз в неделю, в месяц, в год мужчина обязан ублажать жену, но при естественных оговорках. и оговорок, значит, да, при этом следует учесть, что это как бы обязанность мужа по отношению к жене. Это не обязанность жены по отношению к мужу, хотя там эта сторона тоже есть, а обязанность именно мужчины. Значит, есть еще семь постановлений мудрецов, они перечисляются всегда в Ктубе, вылечить, если заболела, выкупить, если попала в плен, похоронить, когда умрет, она кормится из его имущества, живет в его доме после его смерти, или во время, все время вдовства, ее дочери кормятся из его имущества после его смерти, пока не обручатся, ее сыновья наследуют ее Ктубу сверх доля в наследство братьев. Значит, это на что имеют право женщины. Актуально муж обязан лечить жену, лечить жену, это означает оплатить расходы на жениху, муж обязан выкупить ее из плена. Учтем, что выкупить из плена регулярно понимается также плен по долговым обязательствам, это самое, долговая яма, то, что называется в русском, и обязан ее кормить, дать ей жилье, и кормить ее дочерей, пока они не будут обращены. Значит, в обмен на это муж получает, дальше вот здесь важный начинается момент, который порождает непонимание. плоды ее руками сла принадлежат мужу. То, что она находит, принадлежит мужу. Муж является наследником жены, и муж имеет право на доходы с ее имущества, на тему ее имущества он не имеет права, он имеет право на доходы с ее имущества. Опять, вот замечу, продукт ее руками сла и доход с ее имущества регулярно регулируется брачным контрактом. И здесь довольно хитро все устроено. Дело в том, что я не хочу входить в тонкости еврейского права по поводу типов наследования и типов на что муж, какие доходы он имеет и какую ответственность несет. Но если жена приносит некоторые имущества, приносящие доходы фабрику, да, проще всего, и в брачном контракте не оговорено ее отдельное владение, это можно прописать прямо в брачном контракте, раздельное владение, отдельное владение жены. Это может быть прямо прописано в брачном договоре. Если это не прописано, муж имеет право на доходы, но при этом в случае прекращения брака, то есть развода или вдовства жены, если муж умрет, эта фабрика должна вернуться жене в том состоянии, в какой она была как минимум не в худшем, чем на момент заключения брака. То есть муж как бы несет ответственность за сохранность этого имущества. И опять мудрецы воспринимают это право как принуждение мужчины заботиться об имуществе жены, потому что ежели он ничего не получает с ее имущества, то у него не будет причин заботиться о ее имуществе. гей-женщин, которые умеют заботиться о своем имуществе несравненно лучше, чем мужчины. И таких праков всегда было множество. Ну как множество? Не большинство, но вещь не то, что пренебрежимо мало, заметно. В этом случае муж как бы женщина ведет свое хозяйство, вопрос, что делается с дополнительными деньгами, что тоже идет оговорки в контракте. Но вот здесь начинается самое главное. Продукты руками сложены. Я вот специально перевожу массой яд, я перевожу руками слов, просто буквально переводом с иврита. Это постановление мудрецов. но есть, это постановление имеет в себе одну очень важную оговорку, что постановление о том, что мужу принадлежат доходы с ее руками сла, они против обязанности мужа кормить жен. И вторая оговорка, самая существенная в этой истории, что это постановление сделано в пользу женщинам. Вот эта оговорка очень существенная. Она прямо прописана в законе. Вот если бы в законе это не говорилось, что это постановление в пользу женщин, то были бы другие последствия. Но вот эта оговорка, что постановление, что плоды ее труда против прокормления, они трактовались бы совершенно иначе. По этому поводу, так как это в пользу женщины, то женщина имеет право заявить на иврите я не кормлюсь, но ничего не делаю в том смысле, что то, что зарабатываю мое. Давайте я просто приведу довольно древнюю некоторую историю, которые по мне так довольно любопытны. Значит, пройдет. Пойду. 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 пробую. Давайте просто я не слишком больше, немножечко подробнее все это расскажу, потому что иначе будет значит, по этому поводу есть правила о изменениях в хтубе, которые могут нести сторону. Значит, любое условие, кроме двух, может быть изменено. Вот 10 плюс 4 пункта, которые стороны обязуются по отношению друг к другу, все они могут быть прямо в хтубе, оговорены, что они в этом браке не принимаются. Более того, они могут в середине брака быть оговорены, что они в этом браке не применяются эти условия. Исключение составляет ровно два. Муж не может сказать, что это не должен помогать жизни. Ну, естественно, мы не говорим о болезнях. Есть, кстати, регулировка в том случае, если муж не в состоянии, а жена говорит, что она без этого не готова продолжить брак. Это отдельный разговор, что происходит в этом случае. Как правило, развод в этом случае происходит, если стороны не могут договориться. Значит, муж не может заявить, что он не собирается сожительствовать с этой женщиной по самой простой причине. Это вообще не брак по определению. И есть деньги, которые обязательно должны, муж обязан жене выплатить в случае развода или ее вдовства. Это то, что написано 100 ЗУЗ или 200 ЗУЗ, в зависимости от того, первая это брак или вторая у женщины. ЗУЗ это сасанитская монета. Я не думаю, что нам имеет смысл активно обсуждать это. Чему это равно? Потому что это длинная арифметическая тема, которая обсуждается много и интересно только в рамках курсов по экономике. Как пересчитывать 100 сасанитских динариев в современные деньги. И тут нужно проводить целый урок, перевод по серебряному курсу, перевод по курсу Парижского соглашения 1862 года, ну и так далее. Я не думаю, что кому-то будет интересен расчет с учетом истории финансов. Значит, эти деньги обязательно должны быть, они не подлежат изменению. Более того, это два пункта, которые невозможно изменить. Самое смешное, что если перед браком мужчина сказал, что он вот мы с тобой муж и жена при условии, что я не буду с тобой сожительствовать, то следствие будет фантастическое. Брак действителен, а условия недействительны. Просто потому, что еврейское право не признает брак наполовину. Брак либо целиком, либо не целиком. Брак без сожительства не называется браком. Это просто совершенно другой способ взаимного существования. И он не называется просто вот и все. значит дальше. Если он договорился, муж договорился с женой, что он не будет ее кормить и одевать, обычно в таких случаях женщина говорит, но тогда то, что я зарабатываю мое, то это условие действительно. Кстати, его в тубе можно не прописывать, это может быть устное соглашение. Вполне. И я хочу сказать, что современный брак, там, где женщина работает, вот теперь на современный язык, если женщина работает, то суды исходят из того, что у них соглашение, что муж не обязан из своих заработков кормить жену, то есть женщина из своего заработка вносит в семейный котел какую-то сумму, и это то, но она как бы кормится со своего, муж ей не обязан в этом случае кормить, но не имеет права забирать ее деньги. И большинство браков, там, где женщина работает, оно по умолчанию исходит из этого соглашения. Там, где женщина не работает, является домохозяйкой, там вступают в силу как раз исходные законы. Причем самое интересное состоит в умолчании. Что происходит по умолчанию? По умолчанию то, что будет интересовать суд, работает женщина или нет. Потому что суд будет исходить из того, что если женщина полноценным образом работает, и не имеет подработки, а полноценным образом работает, то суд будет исходить из того, что этот брак вот такой. То есть женщина зарабатывает, это ее. Женщина не зарабатывает, ее кормить и одевать обязан муж. Причем еврейское право было бы неправым, если бы не было, например, такого замечательного пункта. И сколько пропитания муж обязан отпускать жене? Вот теперь внимательно. отпускает ей две трапезы каждый день, средние трапезы людей того города, не больных и не обжор, и того типа пищи, которая принята в том городе. Если принята пшеница, то пшеницу, если ячмень, то ячмень, если рис или проса, или другие культуры, то как принято. Ей отпускают приправы, закуски, соусы, чтобы есть с ними хлеб, например, бобы или зелень, гарнир на самом деле, масло для еды, масло для освящения, муж обязан позаботиться об освящении дома, фрукты, это просто замечательная вещь, и немного вина для питья, если в данной женщине принято, что женщины пьют вино. сколько вина по местным обычаям, кому-то хочется, что один стакан хорошо для женщины, я цитирую, помуд, один стакан хорошо для женщины, два позор для нее, три она начинает вести себя непристойно, а четыре требуют даже от осла на улице и не брезг. Впрочем, тут надо добавить, что в те времена, когда считалось, что вино полезно для здоровья, сегодня по-разному к этому относятся, я не хочу давать медицинских рекомендаций, потому что некоторые врачи бежат из тошного голоса, что капля вина убивает младенца, некоторые говорят, что стакан вина за трапезой, по бутылке вина за трапезой, если мы говорим о французах, ни к такому младенцу еще не повредили, ну и так далее, то есть входить в эту тему, я не хочу, вопрос местных обычаев, куда не лез. Е отпускают три трапезы на субботу, да, я хочу заметить, что замечательно во всем этом пункте тут надо оговорка, что мы говорим о случаях, когда мужчины и женщины едят отдельно друг от друга и даже готовят по раздельности. Более того, я могу заметить, что в Талмуде, в Мишне, в том случае, где речь идет о этой системе выдачи, то там есть оговорка, если муж кормит жену через посреди, то он обязан выдать то, что седлез. Далее, к этому примечание единогласное, абсолютно, если муж и жена едят вместе, готовят вместе, то что есть семья, то есть и жена. Тут как бы отдельно оговариваться о составе еды не нужно. Это любимый старый анекдот. Милочка, чем вы мужа кормите? Ну как чем? Что сами едим, то и мужу даем. Ну вот это где-то вот так. Значит, о чем идет речь? Вот теперь начинается самое существенное. О нищем в народе Израиль. Но если муж богат, то все по его состоянию. Например, если у него есть деньги, чтобы готовить несколько мясных блюд каждый день, то его принуждают отпускать пищу по состоянию его. Ежели же он наивысшей степени беден и не может дать ей даже хлеба, когда он ей нужен, то его заставляют дать развод и деньги, оговоренные в брачном контракте, будут долгом, пока не сможет расплатиться. Теперь, о том, что это не теория, вот теперь, о том, что это не теория по поводу бедности мужа. рамбом задали вопрос. Муж за 25 лет брака ничего не заработал и даже подушную подать за него платила мать или жена. теперь теперь же этот замечательный мужчина хочет взять вторую жену. Рамбом жил в Египте, где двух состоятельных людей брали вторую жену. у Рамбом не было второй жены, и он небольшой поклонник идеи многоженства, но при этом он не видит в этом запрета и спокойно относится к многоженству. У него была другая совершенно потрясающий брак, особенность брака, значит, он и его сестра, значит, жена Рамбома была сестрой мужа его сестры, а вот такой брак был. Ну, то есть две семьи накрест поженились. Брат женился на сестре, а сестра на брате из другой семьи, там вот такой, там перекрестный брак был вот такой, но при этом, значит, необычная форма брака, но, кстати, в Египте довольно принято было во многих семьях вот этот перекрестный брак. Значит, Рамбому задали вопрос, что как поступить, на что Рамбом пишет, закон, да, Рамбом, чтобы было понятно его должность в общине, он был фоких, фоких это главный законовед, практически высший суд, Египта. Значит, высший консультант высшего суда его должность это высший консультант. То есть, все сложные вопросы еврейского права задавались ему, именно поэтому сохранилось столько его галахических писем. Закон обязывает, пишет Рамбом, мужа выдать на содержание жене, например, одевать ее, давать на расходы остальное, что входит, и это его обязанность. Если он это не делает или не имеет возможности, то его заставляют развестись и оплатить по брачному контрату, когда сможет. Значит, и в конце Рамбом дает совершенно фантастический совет, который выглядит совершенно превосходно, а именно он предлагает женщине, для того, чтобы справиться с таким мужем, отказать ему в постельных отношениях, при категорическом отказе женщины в постельных отношениях с мужем развод обязательный, но, но тут есть договорка, женщина теряет право на кто был в этом случае, если, ну там вопрос об основаниях и причинах, мы не сходим в медицинские обстоятельства, которые могут сопутствовать, но там женщина теряет ктубу, если она злостна, и шамурэдет называется, женщина бунтует этот захват, значит, в этом случае развод фактически обязателен, женщина теряет право на ктубу, но рабо просто говорит, что все равно вы с ним ничего не получите, он у вас никогда в жизни ничего не зарабатывает, поэтому смело идете и после этого разводитесь через суд, потому что жить с таким мужчиной не стоит, это вот такая реальность некоторая, и прецеденты, они продолжаются в этом духе по поводу развода по случаю того, что мужчина не способен содержать семью, и чаще всего сопутствующим обстоятельствам не только не способен, но и не желает. Все мы знаем такие ситуации, они бывают разных обстоятельств, когда мужчина не только не способен, тут очень сложно, в некоторых случаях он не желает, потому что не способен, а в некоторых случаях он не способен, потому что не желает, это слишком сложная тема, чтобы не сюда лезть. И я не думаю, что я не желаю оправдывать мужчин, хотя в некоторых случаях готов его оправдать, но считаю, что развод обязательный. Тут вот сложно. Люди разные. Давайте так скажем. Дальше идет вот теперь по поводу вот что такое семья. Если муж желает отпускать жене достойное ее пропитание с тем, чтобы она ела и пила отдельно, а он ел и пил отдельно, то это его право. Разве что он обязан есть с ней каждый субботний вечер. Значит, извините, я, наверное, пропустил кое-что. Я пропустил. Проблема вот какая. Может ли суд заставить мужа пойти работать? Если он не содержит дом, не зарабатывать, может ли суд заставить его наняться на работу? Есть точка зрения Рамбова, который утверждает, что принудить человека к работе невозможно. Он считает, что безделье в высшей степени предсудительно и для мужчины, и для женщины. Более того, тот факт, что мужчина запрещает женщине что бы то ни было работать или как-то заниматься какой-то, занять руки и голову, то это вообще-то повод для развода. Но по этому поводу тут надо заметить, что Рамбом принадлежит никто не к европейской школе. Он родился в Испании, в мусульманской Испании, жил в Марокко, в мусульманском Марокко, а потом в мусульманском дегипте. Есть европейская школа, основа которой заложена, ну скажем, я не буду историю европейской школы рассказать, длинная история, которая начинается с Италии, потом переезжает в Германию, и значит, школа это обычно обозначается ТСФ. Значит, они говорят следующее, человек обязан наняться на работу хотя бы учителем для детей, чтобы прокормить свою жену. А Далее, самое фантастическое состоит в том, что Шульхана Рух в лице раби Йосифа Каро, он представляет восточную точку зрения, испанскую, но в данном случае это точка зрения евреев мусульманских стран, что мужчину нельзя заставить работать, и к нему поправка, значит, для тех, кто не знает, Шульхана Рух, он вообще авторства раби Йосифа Каро, но там есть прямо в текст внесенный, хотя это было написано отдельной книжкой, но впоследствии это внесли прямо в текст. Это было примечание к книге раби Йосифа Каро, но потом эти примечания внесли прямо в текст, но другим шрифтом, что было видно. Раби Маше Исерис. Он представляет Польшу, но, соответственно, германские обычаи. В тех случаях, когда он молчит, он считает, что это общий обычай, и поэтому у вас все стороны согласны, что это так. В том случае, когда закон расходится, то он высказывает, он регулярно высказывает обычаи, принятые в европейских странах. Он по этому поводу говорит, ссылаясь на Рабейну Якова Барашер, Бенашер, это автор Арбитурию, первый Галактический кодекс, ну, после Маимониды, естественно, и ссылается на раввинов Франции, как это ни странно, хотя французская община не немецкая, а франконская, там, это отдельная община с отдельными обычаями, что если у мужа есть земли или урожай, но нет денег, чтобы обеспечить дженепропитание, то она вправе реализовать его имущество для прокормления себя. Это ашкенасская точка зрения, то есть европейская точка зрения. Теоретически в восточных общинах это сделать невозможно. На практике суд, если находит имущество, имеет право его заставить реализовать, не жена непосредственно, а через суд жена может требовать выдать ей содержание из имущества мужа. Это означает очень важную вещь, что по классическому еврейскому праву женщина может требовать то, что в России называется алиментами деньги на содержание себя, замечу, на содержание себя, не работающая женщина мужа обязана содержать, женщина может требовать, чтобы через суд ей было выделено содержание из средств мужа без развода. Вот это для русских обычно это неожиданность некоторая, это неожиданный фокус еврейского права, что женщина может потребовать через суд, чтобы ей муж выплачивал содержание, при этом не требуя развода и не требуя прекращения брака. Прецедент из самых известных жена одного из членов Кнессета потребовала и получил. При этом на вопрос что ваш муж выделывает, он говорит, ну я всегда все покупаю, он забывает купить, забывает дать деньги, мне это надоело, я терпеть это больше не намеренно, пусть выплачивает, там называется сумма, и суд удовлетворил ее иск полностью, то есть это требование еврейского права. Разница между восточным и ашкенадским правом состоит в том, что на самом деле в классическом европейском праве у женщины куда более по обычаю финансовые права, куда более широкие, чем на востоке. И не то, что на востоке они были не широкие, они были, но например, я могу доказать, я могу доказать, естественно, я беру чужие работы по этому поводу, людей, которые исследовали эту тему, что, например, в Германии брачный контракт составлялся столь преувеличенным образом, что в случае смерти мужа все имущество наследовало жена. Специально, злостно составлялся таким способом, чтобы в случае вдовства все наследовало жена. это было злостно проделано, причем такой номер не противоречит праву наследства. Ну, все, почти, все там. Не буду сейчас входить в закон наследства. Вот. Значит, ну, по-моему, на сегодня я думаю, что здесь можно кончить. Мне интересно, правильно ли я рассказываю то, что интересно и то, что стоит рассказать. мне кажется интересно, если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, вопросы с обращением. Очень-очень хороший рассказ, спасибо, Рим Мейер. Если можно было бы потом, ну, для меня это не практически интересно, но неважно, о законах действительно наследования, потому что там они часто их неправильно понимают. вот. Ну, я вам скажу, что, конечно, ничего аморального сегодня я не уловил. А я ничего, я, дело в том, что куча аморального, что усматривается, состоит в том, что люди не понимают, что написано в законе. Они действительно считают, что в еврейской семье женщина финансово ущемлена. На самом деле, я пытаюсь рассказать, как на самом деле это происходит. Вот на книжках написано. Дело в том, что люди регулярно, когда читают талмуд или изучают талмуд, они изучают некоторый кусок закона. А дело в том, что есть правило, что при изучении талмуда очень редко переходят на уровень практики. И, например, в Ешиве тот, кто собирается изучать закон, это отдельный курс. Отдельный курс. Это не потому, его учат как закон и как он выводится и на основании чего. А тот, кто читает талмуд, регулярно знает закон, но не знает его права применения и не знает области применения. В результате все эти рассказы, что женщина обязана мужу там, женщина обязана мыть мужу ноги, там, ну, выказывать уважение, могу сказать, на практике со времен, по-моему, Жараша отвечал, только бы я попробовал в своей жизни сказать вымыть мне ноги. Она меня прибила. Это вопрос общины. И куча вещей, которые в талмуде на полном серьезе изучают, они не на галаху, а на теорию. При этом самое смешное, что они да, на галаху, но их область применения там не обсуждается, она обсуждается в других местах. Почему вот это так сложно? Потому что талмуд – это теоретическое право, и для того, чтобы от теоретического права перейти к практическому, надо читать другие книги. Желательно в идеале знать, как в тех других книгах закон выводится, откуда он берется. Но в результате вот этих недоучившихся людей, довольно приличного количества, появляются какие-то дикие представления о еврейском праве. И поэтому мне показалось, что проще рассказать, как выглядит практика, уже вот независимо от талмуда, читать просто прямо по некоторому сборнику законов, ну, с примечаниями, да, то есть надо понимать, что законы составляются разными людьми в разные времена, надо делать поправку привязки к временам и эпохам, но то, что я читаю, это вполне даже и старинные вещи, и современные вещи, просто показать, что еврейская правость семейная, оно вполне современным было всегда. И, например, вот давайте какой-нибудь пример, он очень подойдет у того же Рамбова. Респонс по поводу того, что в нашей местности женщинам принято вышивать платки и выставлять их продавать. Имеет ли право муж забрать доходы? Ответ теоретически да, но в нашей местности принято эти деньги оставлять жене, и тот, кто их пытается отобрать, поступает некрасиво. Вот это по поводу, да, закон говорит, что муж имеет право, но не принято вот такого рукомесла, вот не промышленного, а вот такого, не принято мужьям забирать, и тот, кто так ведет, ведет себя некрасиво, он осуждается обществом. И раввины просто указывают мужьям, что это действие будет осуждаться обществом. Это очень важный способ давления на мужей. И такие вещи, надо просто понимать, некоторые вещи, что еврейское право в этих вопросах, оно всегда очень современно, актуально, современно, ровно потому, что поправка, как принято в обществе, она всегда актуальна. Поэтому, ну вот, ну вот так, вот то, что я сейчас говорю, потому что дальше там начнутся вещи более проблемные, но дело в том, что вот, ну даже то, что я, например, говорю о том, что закон о работающей женщине и не работающей разной, куча народу почему-то пропускает мимо ушей и почему-то даже не догадывается о том, что он просто очень разный. Окей. Окей. Ну хорошо, если больше вопросов нет, хорошо, эта тема очень интересная, большое спасибо Мейеру, мы подумаем, какую тему мы действительно в следующий раз можем. Продолжить тогда. Да, окей, Садыр Гамур, мы продолжим это. Сейчас на этом закончим, потому что через 20 минут у нас начнется второе занятие с Мейером под Эллим. Ладно, хотя всем спасибо. А сейчас я это дело закрою. Все, Мейер, спасибо огромное. Пока. 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 Пока.